Давайте будем нести с густолюдем! И частые простуды, разные ОРЗЕ и ОРВИИ. Поэтому священные лекари рекомендовали праздничное осыпание лечебными порошками трав. Это день, все люди забывают, кто меня враг, кто меня плохо делал. Это день, все забывают и все дружат, обнимают. Такая феерия уже прошла по многим городам России. Осыпать себя сухими красками теперь можно и в Уссурийске. Правда, действие это не массовое. Цветной порошок фотограф студии «Смайл» Александр Ковалев использует в своих персональных фотосессиях. Страсть к съемке аморфных веществ, например, дыма или воды, у Саши появилась давно. Краски пришлось еще поискать в интернете. Работа проходит в большой студии, дабы не задеть и не засорить дорогое оборудование. Главное правильно выставить свет так, чтобы подсветить сами краски и предугадать, куда они полетят. Результаты всегда получаются неоднозначные, не одинаковые, так как аморфное тело, повторюсь, что оно всегда приобретает разные формы. Краски именно уже в раскрытом своем виде, это когда они уже как распушились, расцвели. И вот тогда это очень дает свою такую необычную картинку, от этого получаю удовольствие, смотря на нее. Я сам лично не пробовал на улице, но по той простой причине, потому что мешают внешние раздражители. Это ветер, это свет, и тем более их надо будет очень много кидать. Видите, их не так уж у меня много, чтобы я именно разбрасывался. Хотя содержимого этих пакетиков хватит на 10 фотосессий. Этот сухой косметический пигмент нужно смешать с любым сыпучим веществом, чаще с мукой. Так краски легко станут осыпаться и не принесут человеку никакого вреда. Легко смоются водой или влажной салфеткой. Настройки в принципе простые. 1,160 секунды выдержка, диафрагма 10-11 и баланс белого по вспышке 5-600 келью. Оказывается, не у всех сразу получится кинуть сухие краски так, как надо фотографу. Не расстраивайтесь, ассистенты сделают это за вас. Пока на счету только две фотосессии. Для проб Александр Ковалев обратился к профессионалу. Я почувствовала себя факиром. В другой немножко роли, что ли. То есть я думала, там нужно будет включить музычку такую, как я люблю, там динамичную. То есть вот об этом меня спрашивали. Как вы под какую музыку предпочитаете двигаться? Ну что, но в итоге оказалось совсем не так, как я ожидала. То есть там начало двигаться, что-то танцевать еще. А там такая работа. Вот раз, насыпали, сфотографировали леску, момент показали, перевернулась, там легла, упала. То есть совсем по-другому, новые какие-то ощущения. Когда ты заканчиваешь движение, только тогда открывай, чтобы как будто раз и с руки выстрелило. Не пошло рассеиваться, а так с руки. Нужно было поймать тот момент, кульминация которого бы зафиксировалась на фотографии. То есть нужно было уловить связь свою с фотографом, но это было очень сложно на самом деле. Ну, получилось довольно-таки хорошо. Потом очень долго было сложно отмыть это все. Денька три застревала в шах, в глазах и во рту. Но я скажу, что никакого эффекта такого во время съемки не почувствовала с дискомфортом. В уссурийске красочное удовольствие обойдется вам в три тысячи рублей. А пока вы фантазируете, узнаем, что думает про буйство красок уссурийцы. Я думаю, это вода. Я думаю, дым. Нет, волосы. Мне честно красиво, но сказать не могу. На дым похоже. А почему у него такой цвет? Ну, я не знаю, настроили освещение такое специальное. Типа как паров, да? Искусственный такой, да? Для декорации. Ну, красиво очень, конечно. Как облака. Темно. Не знаю, наверное, без фона, наверное, такого не видно будет ничего. Так. Ну, оригинально. Вообще красиво, мне нравится. Вот такое можно сделать в фотошопе. Потому что, может быть, как же это есть. Типа порошка что-то. То есть, когда хлопаешь, он так взрывается. Я не знаю, как они, конечно, сухие краски работают. То есть, может, они когда дуют, тоже вот выплескиваются. Они рассеиваются. И на черном фоне это очень красиво и образительно смотрится. Горожане предположили, что такие краски будут хорошо смотреться на выступлениях в цирке или в танцевальных постановках. Давайте будем нести с густолюдем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова